Все прекрасно понимают, почему, в каком случае мы сегодня собрались о воздействии при правопремене по Руставу-2, где также называется журналистом и переступил все грани человеческого ценности, профессионализма, этики. Я не знаю, как можно было человека так напичкать и чем напичкать. Я не знаю, чтобы взять, потерять контроль и высказать такие страшные высказывания. Я знаю, что никто это не то, что здесь, никто это в Грузии не одобряет, за исключением, конечно, тех экстремистов, которые все организовали. Это чистейший заказ, поверьте мне, это был чистейший заказ. Но этим же самим человек не подумал головой, хотя он очень грамотный парень, из хорошей семьи. Мать там с ума сходит, я сестра звонил туда, и мать там вообще места не находит. Она даже не знала, что он собирается, такой речь говорит, и вообще она была не в курсе дела. Она даже просит всем, и в том числе нашего президента Владимира Владимировича, что если это возможно, каким-то образом, чтобы это не отразился, вот эта глупость, которую человек предсказал, не отразился на нашу республику, потому что, господи, сколько нас связывает, сколько у нас родственных отношений. И это веками ковался. И вдруг в один мык мы сказываем вот такие вот вещи. Я считаю, что сегодняшние решения, которые принял наш уважаемый президент Владимир Владимирович, это мудро, и мы очень благодарны этому человеку, нашему президенту, потому что он не стал обращать на это внимание для того, чтобы не стравить нас опять, как это было много-много лет тому назад. То, что произошло, невозможно вернуть назад. Такие оскорбления, которые наш соотечественник нанес православному человеку, руководителю величайшей в мире страны. Конечно, это ужасно. Это просто ужасно, и мы можем только выразить свое глубочайшее сожаление, что этот человек является грузином. Вообще в Грузии, как вы знаете, могилы предков и вообще родители – это что-то святое. А тут произошло такое, я не побоюсь этого слова сказать, святотатство. Но действительно, как сказал Заварий Константинович, мудрость нашего руководителя победит все и восстановится. Наверное, не очень скоро, как бы нам хотелось гораздо раньше, чтобы восстановились те добрые, великолепные отношения, которые были. И я, наверное, хотел бы с просьбой обратиться ко всему русскому народу, именно русскому народу, потому что это, скажем так, какой-то радикально настроенный маргинал. Более других слов я не могу подобрать к этому даже не человеку, потому что те даже не лицеприятные слова, а весь тот мусор, который изрек из своих уст вот это существо, оно не достойно не только его как человека, оно не может быть достойным как вообще какое-то живущее существо. Поэтому вся политическая элита Грузии, все руководство Грузии и все масс-медиа, я хочу подчеркнуть это, не только осудили, но и были уже предприняты меры, а именно отстранение его, потому что этот человек в первую очередь опозорил себя, свою страну, и во-вторых, он опозорил всю журналистскую профессию, вы об этом прекрасно знаете, это не журналистское поведение, это, скажем так, какой-то маргинал. Маргинал по весу общества, который не имеет права не то что вещать с федеральных телеканалов, но и вообще в принципе высказывать какое-то свое мнение. Час знаете. Да, что же касается нас, жителей Саратова, здесь живущих, мы не только осуждаем, нам стыдно за вот это вот существо, за этого маргинала, который так радикально настроен. Режюмируя, вот я хочу, чтобы мы, я не думаю, сейчас нам надо голосовать, наши отношения, отношения, да, отношения, да, уже и так видно, что мы все осуждаем, негативно воспринимаем, и для нас, для людей, которые воспитывались на традициях, на уважении к старшим, уважении к женщинам, уважении к детям, уважении к друзьям, уважении к своей нации, уважении к другой нации, неприемлемо однозначно, ни для какого человека нормального, это неприемлемо.